всем привет сегодня покрасим болты под капотом так сказать скроем следы наших действий я завернул машину таким образом чтобы у меня не смогла попасть краска на уже окрашенные элементы прям чтоб совсем никак не попал по закрывался таким образом я посмотрел бмв видел у которой крылья не красились так вот у них вот эта матовая часть подходит аж ну к самому торцу такое ощущение что знаете закрыли капот и лакировалась автомобиль на заводе закрывался лакировался сюда в проем вообще не попадает то есть у разных моделей это по-разному надо запомнить так как было с завода но тут кстати завода тоже так и было что матовая аж под самый верх вот это крыло а у то все пролакированное было потому что в ремонте было что мы сделали выставили зазоры затянули болты все на места подкапотник у нас уже окрашен сама вот эта часть под капота теперь надо прокрасить крылья болты и здесь болты металл который у меня был открытым но я там вытирал кола болтов после ремонта я про под грунтовую потому что открытый металл надо закрыть чем-то антикоррозионом это 1к антикор в баллоне промотовал все серым скотчбрайт обезжирил и собственно мы готовы к окрасу чтобы получить вот такой вот матовый эффект я видео показывал чем я пользовался сейчас покажу еще раз и расскажу как бы преимущество и то чем то почему я выбираю именно этот грунт вариантов сделать такой ремонт несколько первое это добавить в базовую краску сальвентную отвердитель от лака 10 процентов и лака 10 процентов все это дело заболтать и нанести будет в принципе похоже неплохо но главное чтобы у вас не отличалась от заводского если вы не трогали заводской то она чуть-чуть будет отличаться следующий вариант это покрасить и закрыть просто матовым лаком и третий вариант это взять грунт сильно заколорировать его и обработать им чем не больше последний вариант нравится тем что там где я допустим не подлез замотовать либо же вот но свежеокрашенный капот мне не хочется его царапать лишнее до матовать его просто обезжирил и на него я спокойно этим грунтом работаю и я прям тысячу процентов уверен что там ничего не ошелушится даже под мойка высокого давления не будет никакого перепыла потому что силер очень хорошо съедает мелкую каплю на последнем слое я его разбавлю чтобы он вообще ушел не было заметно где мы закончили распыл в общем такие варианты приступаем к окрасу работать буду 1 и 3 с иголой башка клер сам грунт вот она саму грунт текст у нас это к нему утвердитель это разбавитель вчера работал с него кстати удобно очень баночку первый раз вчера поработал кроме очень понравилось тем что не надо переклонять вот эту здоровую махину с нее что-то там наливать тут по чуть-чуть все по граммам четенько берем какой-нибудь стаканчик из-под лака включаем весы тут 30 процентов твердоса поэтому лучше по весам если на глазок на глазок тогда отвердить надо налить чуть чуть меньше чем 30 процентов все по стакану мерить потому что иначе вам не хватит отвердоса грубо говоря в этой работе я добавлю краски готовый грунт не сто процентов это сто десять может по двадцать мне нужно просто быстрее получить цвет с меньшего слоя поскольку во первых зоны которые обрабатываю они довольно таки малы грунт отработает нормально в принципе в этом уверен и разбавлю я ее чуть-чуть пожиже на последнем слое то есть а первых полтора сделаю с добавлением 20 процентов первых полтора сделать добавляем 20 процентов а потом еще процентов 10 добавлю непосредственно в сам уже бачок перемешают и до пылью так это 39 грамм так стоит осталось 37 грамм есть 20 процентов это 20 25 грамм вот такая вот штуковина рекомендуют кто то найдет такие возьмите не пожалеете там гарантирую я не знаю она порядка но это именно колодовская порядка сколько там денег чуть-чуть кажется что дорогая но реально очень удобно то есть вы не один раз налили разбавитель больше туда не лазите ничего не добавляете как бы у вас целая литруха да она не испаряется стоит в любой момент зале добавили и все хорошо это многовато развел значит мы тут как раз и осталось опа на прикол не получится у меня так как я хотел дал маху ну ладно значит будем чуть 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 дольше чуть 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 больше пропылять что-то я не рассчитал но и тем не менее грунт окрашен очень хорошо линейка в принципе не прозрачно у вас все получится теперь самая несложная часть это просто нанести на то куда нам нужно и все выставляя факел в точку делаем подачу довольно таки небольшой лучше чуть дольше но контролировано чтобы у нас нигде ничего не потекло потому что точкой факела можно мой как быстро сделать соплю что просто так вот как не нужно и и это как Оставляем так, поскольку этот слой реально полный, мокрый Оставляем минут на 20 и повторяем процедуру Посмотрим как раз как оно замотовеет Но тут видно еще, что грунт просвечивается Пробую так показать, видно еще слегка, что есть темные пятна То есть одного слоя в этом случае маловато Так, ждем пока у нас на отлип высохнет И наносим еще один слой И этого будет в принципе достаточно Потому что сейчас еще я знаю, где грунт нанесен И могу просмотреть Но если так бегло смотреть просто, то не поймешь, что ли это оттеняет Так и кажется Наносимся Тут тоже все хорошо Просыхает, не видно, где мы закончили красить сейчас И где мы красили капот Когда красили капот ДИНАМИ antic Woods Что ты делаешь? Спасибо за это Хейк офис Стою ДИНАМИЧ Gel 한데 Продолжение следует... Продолжение следует... Так сказать, раскидал матовость. Ждем, пока высохнет. И расклеиваюсь, показываю, что получилось. Высохло, расклеились. Посмотрим, что мы имеем. На камеру я не уверен, что вам хорошо видно, потому что цвет яркий. И так отсвечивает, скажем так. Вот так может быть хорошо видно. То есть матовость получилась у меня. Четенько вот по ребрышкам. Потому что я же наклеил скотч козыречком вдоль краешка. Ну, очень похоже на завод. Именно так, как я видел там. Потом через, допустим, на следующий день возьму тряпочку с полиролем. Еще можно вот так вот пройти по торцу. вполировать, чтобы... Да хотя ощущения нет вообще никакого. Ну, на всякий случай, как бы, да, затереть его. Замылить глаз. И все. Сейчас еще расклею капот, прикрою. Посмотрю, как оно смотрится в закрытом состоянии. Да, все нормально. Ну, тряпочкой надо будет, конечно, по торцу пройти чуть-чуть. Ну, так все хорошо. Прямо очень-очень даже замечательно. Ну, цвет яркий. Матовость не такая, что, знаете, 700%. Ну, по торцу надо, надо будет чуть-чуть тирануть. На всякий случай, чтобы было. Вот такие вот дела. Поэтому спрятать, как бы, следы ремонта несложно. Занимает, ну, пускай часа два вместе с оклейкой и до расклейки. Ну, зато получается очень даже хорошо. Болты все залиты. Залиты как будто, ну, на заводе, да. Хотя, с тем учетом, что тут было у меня грубая расшлифовка вообще. Пошлифовал 180-ки, потом красным скотчбрайтом. И ничего не видно. Вот. На этом все. Всем спасибо за внимание. Варианты, как такое сделать, я вам рассказал. Поэтому пользуйтесь. Клиенты будут довольны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok